Всем привет! Добро пожаловать в наш сегодняшний влог. На прошлой неделе у нас не было абсолютно времени снимать столько видео, как хотелось бы, так как у нас на курсах просто был завал. Так как у нас на этой неделе уже начались каникулы, именно у нас будет продолжаться одна неделя. Кстати, пишите, кто ходит на курсах, как у вас проход, потому что мы слышали, что у некоторых две недели будет каникулы. У нас у преподавателя болело по немецкому языку, и из-за этого очень нагоняют, и очень быстро, и еще быстрее идет программа, чем шла. Очень много домашних заданий было, ну, это как всегда, в общем. Видео не про это. Мы вчера были в магазине в Росмане и в Текамаксе, сделали небольшую закупочку, ну, средств, косметических средств, также бытовой химии какой-то. Хочу вам показать эту распаковочку и рассказать, конечно, цены Германии на эти вещи, которые мы приобрели. Первым делом я, наверное, покажу Росман. В Росмане мы купили вот такое вот средство для индукционной плиты. Надеюсь, оно будет хорошее, так как у нас в Украине была газовая плита. И как бы здесь, чтобы мы только не перепробовали, для того, чтобы прям хорошо отмывать плиту, ничего пока не помогает. Так, вот это средство купили, я надеюсь, что оно поможет. Будем отмывать, будем ухаживать за своей плитой. Такое средство стоит 2, сейчас точно скажу, 2,45 в Росмане. Также мы приобрели у нас вот такой вот в туалетах освежитель воздуха. У нас сейчас закончился уже, у нас 2 санузла, и вот купили 2 таких освежителя воздуха. Нравится нам вот этот запах, так что такой он приятно пахнет, не сильно агрессивно. За 2 упаковочек, ну, 2 насадки, получается, на смену 7,75. Такие вот тоже в Росмане сейчас. Также купили в Росмане вот такую вот пилочку на пяточек, 4 евро, 3,99 стоит. Мне нравятся вот такие вот пилочки. Я постоянно их покупаю, нужно было обновить. Вот такую приобрели. Так, дальше в Росмане мы... Ну, это всем девочкам нужно, показываю, для того, чтобы цены узнали. Стоит 3,95. И также Рексона. Взяли вот такую вот. Кстати, она более-менее нормально нажимается, потому что брали другую Рексону. Это ужас просто. Такая Рексона стоит 2,45. В Росмане мы потратили, в общем, должны были 20,59. Вот он поближе чек. Покажу. И у меня есть приложение Росмана. Я активировала там купоны, и 2 евро было скидка. 18,53 в итоге чек у нас. Так, дальше мы пошли в магазин Токомакс, и нам нужно было также обдавить уже наши спонжики. Купили вот такие вот 5 евро. 2 штука. Покажу вам. Очень удобно. Я тональную основу наношу только такими спонжиками. У меня такая более жиренькая основа, и она прям хорошо распределяется по лицу. Вот такой вот мягенький спонжик. У меня было раньше чуть побольше, но в этот раз такие взяли. Была тоже акция на них, 5 евро за 2 штуки. Обычно они по 7, по 8 евро также за 2 штуки. Но купили сейчас вот и мне, и мне по 1. Так, дальше у нас вот такой крем. Это Инна себе приобрела для зоны вокруг глаз. Но она пока его тестирует за 10 евро, но стоил он 55. Вот. Она пока его тестирует, но вроде бы мы просто брали уже этой фирмы крема, и вроде бы как подходил. Сейчас откроем, смотрю. Такой он приятный по нанесению. Вот такой у меня тоже, кстати, закончился, но я пока пользуюсь... Я получала на тестирование одну миску. И тоже, наверное, сразу вам покажу. То, что я еще какие пробнички получила. Я вот такие сыворотки, ну, как бы получала на тестирование, да. И я пока ими пользуюсь, вот это я под глазами, но мне нравится. Вот. И себе я крем приобрела я аллергик, мне не все подходит. И что я настолько не перепробовала, я покупала и дешевле крема. Здесь, ну, они мне не подходят. Я в этот раз взяла тоже вот такую вот фирму. Я ей раньше пользовалась. Сейчас буду опять пробовать. Стоит она 17,99. Купила ее за 17,99. Стоила 57,90. Просто в интернете тоже я забивала. 48 примерно вот так вот стоимость этих кремов. Ну, я вот нанесла уже. Вчера мы были в магазине, я им уже пользовалась. Такая вот коробочка симпатичная. 50 миллилитров. Получается, я взяла за 17,99. Очень надеюсь, что мне подойдет. Так как у меня... Ну, я аллергик, и у меня я отекаю часто. Очень приятная по текстуре. Такой, чтобы он поближе было видно. Классно. Ну, для моей кожи подходит отлично. Ну, пока, по крайней мере, пока... Вот я сейчас пользуюсь. Ну, я этой фирмы тоже раньше пользовалась. Она мне подходила. Надеюсь, что так же подойдет. Дороговато, конечно, но на лице и волосах экономить нельзя. Потому что потом в итоге эта экономия выходит намного дороже, чем, чтобы восстанавливать потом волосы или лицо выходит дороже. И что, что я еще приобрела... А, в Токомаксе, кстати... В Токомаксе, ну, я не вчера, а на той неделе купила себе штаны. Сейчас покажу вам тоже. Вот такие вот... Сейчас немножко переведу камеру. Такие вот джокеры. Классные мне сидят. 25 евро. Я уже сорвала. Вот такой вот фирмы. Я ее, честно говоря, не знаю. Джонгер. За 24,99. Такая вот фирмы. Классные. И такой материал хороший. Абсолютно под другую кофту. Как бы это нужно. Уже в Германии... Уже в Германии холодает. И выхоны нужны. Такие вот. Ну, я довольна. И покажу же, что пришло на... Сейчас я уберу. Что пришло мне за это время на те пробники. Кто смотрит наш канал, знает, что мы участвуем в всяких акциях. И также можно заполнить анкету и получить пробники бесплатно. К сожалению, на тот телеграм-канал, о котором мы раньше узнавали, эту информацию. Девочка уже не так активно ведет страницу. Я сейчас в поисках других каких-то... Какой-то информации. Ну, кроме того, что я, конечно, уже подписана на некоторые фирмы, мне автоматически приходит на почту предложение. То, что вы можете протестировать продукт. Это как Рево. О, кстати, я в Рево тоже получила конфеты. Сейчас принесу, покажу. Вот. Вот такие вот конфеты. Мне, получается, пришло... От Рево Штрикотто, что я выбрана протестировать эти конфеты. И я их взяла абсолютно бесплатно. Так они стоили около 2,5 евро. Я, честно говоря, уже не помню. Это вот я несколько дней назад забрала. Давайте посмотрим, что это за конфеты. Вот такие вот. Получается здесь... Сейчас скажу. 158 грамм. Вот такие вот конфеты. Здесь получается... Милка. Тоже вот. Вкусная вот эта шоколадка. Орео. Такие вот. И вот такое вот Орео. Ну, приятно. В любом случае, к чаю что-то покупаешь сладкого. Я протестирую, конечно, напишу отзыв правдивый на немецком языке. Ну, я пока пользуюсь с помощью переводчика. Ну, конечно, я там и что-то своё пишу. Также по поводу уже вот этих вот пробников, которые получаем. Я пока ищу другое какое-то информ... Ну, где я буду получать эту информацию. Кроме того, что мне уже приходит от этих от Дугласа, допустим, да. И пока ищу. Кстати, если есть какая-то у кого-то информация, где получают эту, ну, про тестировку каких-то пробников, чтобы потом написать отзыв, пишите в комментариях. Очень буду рада. Также покажу, что же я получила. Вот такие вот. Вот такой пробник духов. Классно. Мне нравится аромат. Я уже написала про него отзыв. Прямо очень нравится. Вот такой пробничек. Также Армания Си. Пробничек получила. Ой, вылетел. Вот такой вот. Не, хорошие, такие немножко сладковатые, такие. Но на осень будет хорошо. Вот такой пробничек. Не смотрите на мой маникюр. Я сегодня планирую еще делать маникюр. Я сняла сейчас лак. Сегодня буду делать маникюр. Конечно, это долгий процесс, но нужный. Вот такие вот пробничек. Тоже мне сейчас пришло уже написать отзыв. Нужно сегодня, естественно, писать. И два одинаковых мне и имени. Пришли вот такой вот пробник тональной основы от EFSA. Я еще не пробовала. Попробуем. Интересно, какой будет цвет. И Вот такие вот. Я уже получала такие духи. Мне они нравятся, кстати. Ну, прям действительно. Они сначала тяжеленькие, а потом открываются. И такой же пробник получила Инна. Подсвечивает немножко. Вот такой вот. Так что, кто знает, где взять информацию, так как девочка, к сожалению, которую мы узнавали на Телеграм-канале, уже не так активно ведет. Нам, конечно, нужен новый канал, где узнавать эту информацию. Так что делитесь. Вот такая вот распаковочка у нас получилась. Сегодня я еще планирую сделать маникюр. Это, конечно, пару часов, но это нужно сделать. Так, я так не успела сделать маникюр. А я успела. Да, и не успела. Все у нас очень сильно захотели есть и сделаем бочки. Я, кстати, давно уже обещала их сделать и показать, как мы делаем. Но рецепт будет в шорс. Да, в шорс сделаем рецепт коротенький, так как мы будем делать из готового теста. Тесто, кстати, очень хорошее. Рекомендуем. У нас уже на вторую неделю живет, так что булочки будут самые оттуда. Покажи шпинат. Да, шпинат мы берем вот такой, гермальный. Хороший бренд Игла, и у него, в принципе, вся продукция у этого броня. И вот такими брикетиками отдельными идет и замороженные. И мы сразу замороженные прям ложим в булочки, и получается отлично. Очень вкусные булочки, кстати. Возможно, куда-то я сниму вам и киш. Делаю просто обалденное. С грибами, со шпинатом. Очень вкусные. Можно еще и с семгой сделать, кстати. Да, с семгой тоже можно. Даже это очень вкусно. Ну, может быть, как-нибудь сниму. Сегодня будут булочки. Все хотим есть, и сейчас будем снимать. Но рецепт выйдет в шорт, через пару дней. Все, наши булочки, вернее, слоечки готовы. Вот такая вот красота у нас получилась. На этом будем заканчивать это видео, так как будем печать со слоечками. Кто пишет нам в комментарии, большое спасибо. Очень приятно с вами общаться. Также, кто не подписан на наш канал, подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки. Нам очень приятно получать отдачу от вас. Все, спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!